я думаю что этот холодильник скоро нам придется ремонтировать привет друзья сегодня мы будем обозревать самый дешевый холодильник но не самый дешевый дешевый а так чтобы дешевый но не ломучие и более-менее приемлемого качества мы будем говорить о его недостатках и плюсах но учитывайте что это самый дешевый холодильник по названию вы уже поняли что это атлант нам не платит атлант естественно не присылают да это только наша инициатива мы за свои деньги покупаем эту технику конкретно вот нас было видео по стиральной машине и холодильнику это лично я себе купил на дачу вот этот холодильник и стиральную машинку индексит которую за кадром стоит видео только что вышло холодильник джи мы тоже делали распаковку тоже показывали новый с линейным компрессором как бы подороже сегмент да то есть если здесь lg35 то здесь у нас 16 17 тысяч мы его купили для разработки тестера компрессоров там определенный компрессора стоит и мы это купили то есть мы не снимаем платные обзоры это честное правдивое видео с своим мнением я здесь рассказываю только свое мнение оно может быть как с вашим совпадать так и не совпадать я рассказываю с точки зрения мастера не продавца а мастера по ремонту который ремонтировал такие сякие сякие и пытаясь рассказать вам почему этот лучше почему этот хуже мне вот нравится атлант почему обо всем по порядку и так почему же мне нравится атлант и почему он у нас удостоился звания лучшего холодильника в самом бюджетном самом дешевом сегменте первое это то что атлант выпускается в беларуси соответственно это не какой-то иностранный бренд с кучей имени и нету переплаты за бренд да есть такое понятие как переплата за бренд здесь вы ничего не переплачиваете атлант он и в африке атлант холодильники атлант наши выпускаться достаточно давно и стоили всегда примерно в недорогом сегменте они никогда не были премиум класса холодильники атлант когда были на в начале своего производственного пути своего имени бренда они вы работали на 12-м холодагенте и прекрасно все работы как только они перешли на сто тридцать четвертом это было что-то с чем-то я думаю что конструктора которые разрабатывали те холодильники просто по ночам вдруг вот так когда слышит р-134 он тут про он вдруг реально очень много было с ними проблем то есть именно с атлант если тебе звонят и говорят здравствуйте у меня холодильник сломался ты говоришь как называется атлант и ты такой говоришь морозилка сверху не холодит холодильник как вы узнали классика к счастью сейчас уже эти холодильники научились эту проблему решать и в этом нету проблемы то есть нету за 40 капиллярной трубки нету проблем с маслами с парафинизации с прочими всяческими терминами они достаточно надежные хорошие и недорогие стали они писать по-английски атлант то есть латынью раньше писали русскими буквами кириллицы сейчас стали писать вот такой ну в принципе в принципе мне это пофигу мне это вообще все равно но с точки зрения захода на какие-то международные рынки да наверное они молодцы может быть они даже там продаются опачки опачки чё я вам сейчас покажу мы распаковывали не так давно элджи там упаковка была сам картон он был немножко такой поблагородней картон был но я не думаю что для вас принципиален картон как бы как как картон как как вещь да одну картонный картон он дешевая стиральная машинка индуизит по которым мы снимали обзор так там вообще как бы в полиэтилене и ничего нормально он оказался ниже чем он есть на самом деле то есть для дачи для там съемной квартиры для каких-то как дополнительный второй холодильник для начала до когда вообще нет холодильника молодой семье либо пожилому человеку которому не надо кучи всего либо человеку как правило допустим тот же пожилой человек бабушки они все невысокого роста да зачем им как бы высокий холодильник какой-то липчер да где им вообще не достать до верхней полки вот для этих людей как раз таки этот холодильник на мой взгляд просто супер подойдет смотрите здесь вот видите такой вот такая штучка это как раз таки чтобы дверь у нас не ерзала вот к примеру на том же дорогущим lg или samsung и такого нет а здесь молодцы чтобы не повредить уплотнитель чтобы не как-то не травмировать его да ну молодцы давайте посмотрим что у нас здесь внутри здесь у нас классический термостат без положение 0 то есть положение 0 нету с одной стороны это плохо но это бюджетный холодильник вот здесь мне не нравится что на двери вот есть такая большая часть которая практически никак не задействована в более дорогих холодильниках как правило стараюсь всю эту площадь задействовать но в более дорогих холодильниках у вас будет на передней панельки дисплей который может сломаться здесь у вас ломаться просто нечему ничего тут не может то есть это это концевичок для света это термостат все предельно просто всю предельно офигенно сейчас я еще сам не заглядывал назад посмотрим как у нас паяют белорусы как и наши братья славяне паеку делают по сравнению с lg который ну это же в принципе в россии собирает так что ну давайте сперва морозилку посмотрим вот смотри как он хорошо катается у нас маленький хорошенький хорошо катается в морозилочке два ящика у нас этот холодильник не ноуфрост то есть у него есть вот здесь трубки вот они эти трубки никакого вентилятора тут нет и лично мне такие холодильники нравится гораздо больше классика никаких никакого вентилятора даже есть для льда и по крайней мере лишница вот для яичек подставки она для 10 яичек логично да в лжи у нас на 8 куда деть два яйца как бы такое себе вот здесь у нас вставили один ящик ставили другой ящик все в принципе нормально панельки вот эти они у нас продаются сами ящики тоже продаются никакой проблем по запчастям с ними нет давайте я поближе покажу ящик вынимается вот он крепление у них тоже такое как бы разберетесь ничего страшного пластик достаточно нормально есть какие-то следы облоя следы некачественной сборки ведь его здесь у вас трубка вот она сама сам то что холодит никакого здесь вот стык алюминий медь там капилляр очка то есть не все предельно просто вот в плане ремонтопригодности такой холодильник у меня вызывает только радость то есть если меня вызывает на ремонт такого холодильника я говорю о ребят конечно же да если меня вызывает на ремонт холодильника липхер с 8 капилляр коми с шаговыми клапанами 8 модулями здесь куча дисплеев там стука этот как у ну блин ну это сложно это долго просто по времени вообще завод атлант достаточно делать неплохие вещи но если вы придете в мвидео или в сетили где есть шоу-рум и dns и видео у нас больше нет ничего же да ну да больше наверно нет ничего то есть вы да приходите и найдите попробуйте атлант они стоят очень дешево и из-за того что на них маленькая наценка маленькая маржа маленький откат магазину его топ-менеджером эти холодильники правило хранятся всегда на складах то есть люди их покупают через интернет и уже заказывают доставку в шоу-руме вы придете вам вас поведут какому-нибудь и лжи бошу ну это же лучше тоже ноуфрост а вот это не ноуфрост я уже тысячу раз рассказывал про ноуфрост чем он лучше чем он хуже но если вкратце и говорить то система ноуфрост это страх людей что придется холодильник размораживать современной холодильнике размораживать не нужно они работают они сделаны достаточно герметично профиля уплотнителей улучшены термоизоляция самого шкафа она тоже сделана хорошо но раз в год нужно любой холодильник размораживать неважно ноуфрост не ноуфрост так что это больше маркетинговый ход и не стоит на это вестись здесь у нас дверцы заклеены я в свое время тоже снимал не так давно обзор где мы ходили по магазину и вот прям вот мы показывали холодильника вот такое вот такое вот прям показывать вот я все время всем говорил смотрите вот у индезита холодильник индезит там hotpoint него есть ручки это один из самых ходовых у нас товаров по продажам ручка для холодильника индезит то есть она постоянно если она торчит сбоку то вы постоянно будете в нее стукаться открыли ударили она у вас от отломилась вот без ручки вы начнете хватать вот за эти места и порвете уплотнитель а здесь это в принципе вот под естественный хват что с этой стороны что с этой петли вы можете перевесить сюда вообще никаких проблем нету самое важное в холодильнике это же конечно компрессор компрессор это самая дорогая деталь здесь у нас донсовский компрессор хотя написано атлант я по корпусу вижу что это нифига не атлант это донсовский с пусковым кондером в принципе в принципе ну окей нормальной нормальный я не могу сказать что прямо уж он такой днищенский но по крайней мере вот ребят посмотрите как здесь все пропаян молодцы как здесь все пропали на тоже молодцы по крайней мере от сопли вот такие вот не висят вот ну да вот есть вот здесь вот чуть-чуть как бы сопелька чуть-чуть здесь но это все нормально как бы это все хорошо сделано хорошо вот это флюс это ничего страшного это то есть не какой-то это димпферная резинка чтобы звук услышите такое как бы чтобы он не было так ну и давайте уж совсем доколебемся ну нет здесь тоже не запаяна ну хотят не запаяна слушайте прикольно здесь запаяна у нас здесь запаяна прямо вот ну что-то похоже на пайку по крайней мере есть явные следы припоя и по сравнению с тем же lg он у нас все нормально да здесь у нас он стоит на резиновой прокладки да но принципе вся вот эта полка она шевелится так что здесь ничего тут она не защищает а вот холодильник здесь конденсатор крепится на часть корпуса то есть раньше они делали на таких выступах на кронштейнах сейчас они стали делать вот так ну тоже молодцы тоже хорошо высокое давление у нас идет из компрессора идет на змей вик идет назад на контур обогрева двери чтобы морозилочка плотно прилегала чтоб не дубил нам бы этот как он пластик выходит назад фильтросушитель дальше идет капиллярная трубка я могу конечно ошибаться но вот этот кусочек капелька масла которая была на этом холодильнике она неспроста и я думаю что этот холодильник скоро нам придется ремонтировать ну ладно что поделать в плане запчастей атлант вообще красавчик слушающий прикольно но он такой маленький он кстати говоря пахнет вообще хорошо я про запах уже миллион раз говорил писал и рассказывал что запах в холодильнике плохой и едкий неприятный запах холодильнике если вы понюхали вам как-то неприятно да значит просто не пластик в дорогом пластике более дорогом производстве запах нормально здесь запах нормальный как бы никаких проблем я не вижу талмуд с инструкцией со всяческими наклейками он нам в принципе не нужен крышка вот это пластиковая раньше была металлическая но тоже пойдет она здесь никакой суперской функции не выполняет вот можно даже ее нам открутить и посмотреть как у нас устроен термостат давайте это и сделаем то есть как его поменять этот термостат то есть если холодильник не отключается не нужно думать что проблема в термостате то есть с вероятностью 95 процентов если холодильник не отключается проблема не в термостате то есть многие думают что значит термостат но если не отключается значит термостат на поменять да и все проблема с термостатом связано только если холодильник не включается и при этом ничего не щелкает то есть смотрите какие бывают неисправности холодильник вообще тишина вообще не включается скорее всего термостат это если говорить про холодильники не know frost без модулей нормальные хорошие обычные холодильники классика если он не включается скорее всего термостат если включается и тут же отключается скорее всего компрессор если не отключается то скорее всего утечка вот вам все больше не существует ничего то есть никаких неисправностей то есть он давайте посмотрим как поменять термостат вот он уже пошел греться в идеале холодильник должен через 30-40 минут после этап своего первого включения греться чтобы рука терпела то есть 55 градусов здесь 55 здесь 45 градусов до если рука не терпит в одном месте прямо там сжигает а в другом вообще холодная значит у вас проблемы вот и вам их нужно будет в скором времени решать стараемся ничего не сломать но не всегда так получается пластик цвет пластика мне допустим приятен такой цвет то что он слегка не прозрачный слегка есть у него какой-то отголосок по цвету легкость замены уплотнителя чпоньк вы заменили уплотнитель попробуйте на индезите также сделать так прям вот так вот взять заходите на сайт техноман заказывайте новый уплотнитель вот так вот делаете чпоньк все у меня даже дома стоит липхер холодильник мне фирма нравится я хотел попробовать по факту как бы ну фиг знает я бы лучше на этот купил атлант почему потому что пластик весь дешевый вот этот все весь пластик из-за того что нет вот этой пересчет в доллары в рубли там прочее все это дешево то есть и это прям в разы дешевле чем у того же даже инвизита тем не говоря уж про бош или там хайр попробуйте найти просто загуглить в интернете уплотнитель на холодильник хайр и вот модель которую вы хотите купить вы пришли в магазин и говорите я хочу купить холодильник вам говорят хайр или там samsung вот или там этот какой я про ценнички уже говорил там если одна звездочка ценнички то продавец покупал получает там допустим один процент ну какой-то свой процент если две звездочки в ценнике то 2 процента если три звездочки в ценнике то 3 процента естественно он вас поведет туда где больше звездочек где больше откат именно конкретно вот этому продавцу не нужно его слушать и не нужно ему доверять слушайте людей не заинтересованных в продаже конкретного изделия то есть мы не заинтересованы Мы заинтересованы в продаже запчастей и рассказываем про технику, на которую мы продаем запчасти. Петля, конечно, просто штампованная. Ну, хотя, в принципе, почему? Если это работает, ну, почему нет? Почему нет, если это работает? Ну, бюджетность во всем, просто во всем. Петли могут регулироваться, то есть они вот чуть-чуть, сейчас я покажу, имеют свободный ход. То есть отверстие здесь такое квадратной формы явно больше, чем болт. Сейчас достанем, покажем. То есть вот у нас отверстие, вот болт, и он может, соответственно, вот так вот ходить. То есть дверца у нас снимается вот так вот, и когда вы ее ставите, вы должны посмотреть, чтобы у вас везде уплотнитель прилегал ровно. Потому что кто-то ставит вот так вот перекошенную дверь, и потом что-то у меня тут намерзает, или наоборот, вот как-то так задерет, и потом трындец. И так, ящик. Ну вот, да, вот здесь, конечно же, сразу однозначно косяк. Почему? Потому что здесь еще фиксация для полок есть, хотя могли сделать менее... Ну, здесь еще это контрагайки. Ну, в принципе, вот это можно было вообще убрать. Вот это, я не знаю, зачем они это сделали, такую контрагайку. Можно было, в принципе, вообще убрать. Две всего полки. Если мы говорим про холодильник какого-то дорогого, то у нас он будет выше, и полок, соответственно, будет больше. Здесь у нас, что, какой косяк я вам сразу сказал, что вот так вот у вас это стоит, вы начинаете тянуть, и вот этот, этот может ездить вот так. То есть вы поставили сюда сковороду, здесь у вас зацепилось и упало. Вот, ящик один, он не разделен на два, соответственно, соответственно, наша картоха с луком и другими, там, морковью и другие корнеплоды будут перемешиваться с яблоками или еще с чем-то, что не очень хорошо. То есть лучше, конечно, когда два ящика, опять-таки, это самый дешевый холодильник. Если есть следы масла, ну, маслянистые, на фильтре-осушителе, на какой-то пайке, с большой долей вероятностью холодильник имеет свитч, утечечку, и будет у нас постепенно подкравливать. Давайте его включим. Но следы этих утечек просто так не появляются. Это у нас постепает не фреон, потому что фреон все-таки газ, и не нужно думать, как многие говорят, у меня вот вытек фреон, там прям такая лужа под холодильником. Мне нет, холодильник мыть надо просто, а фреон газ. Он течет, когда только в жидкое фразкое под давлением, то есть он так обычно не течет. Включили, как видите, он сразу завелся, сразу включился. С одной стороны это хорошо, я сейчас дам послушать, чтобы вы слышали работающий компрессор. С другой стороны это плохо. Почему? Потому что если моргнул свет, вот я сейчас инсценирую моргание света, выключу и включу. Слышите, ему не завести. И очень часто именно компрессора на таких холодильниках, они так устроены просто, что если моргнул свет, повторно сложно включиться, если он уже остановился. Просто нужно в холодильник включать с таймером. Продаются в Leura Merlin, по-моему, если я не ошибаюсь, таймеры, которые ты включаешь не в розетку или в удлинитель, или куда-то, а включаешь сначала таймер, потом включаешь вилку. Что происходит? Когда у тебя моргнул свет, у тебя таймер отсчитывает 5 минут. За это время успевает остыть наш компрессор, успевает остыть пусковой его реле, и он может спокойно запуститься. Тем самым у вас никогда не сгорит мотор. И холодильник практически становится вечным. Если же у вас такого реле не предусмотрено, реле задержки старта, либо городите какое-то свое, там на Ардуинке, там, или еще на чем-то. Вот. Либо же покупать вот готово. Если не купите, тогда при любом моргании света, при любом выходе из норм напряжений электропитания этого холодильника, у вас могут быть проблемы с компрессором. Так, заглушечку сняли, и там, блин, ну там, вот они, наверное, наградят, блин, а? Сделали бы все крестовыми болтиками. Чего вот тут придумывать, изобретать? Там уже... Квадрат. То есть это у нас вот просто болт для крепления в потай, так сказать, вот этой крышки. Мы его снимаем для того, чтобы показать, как устроен термостат. Вот у нас верхняя крышка снялась. Она пластиковая, достаточно такая мягенькая, достаточно такая гибкая. И что у нас здесь? У нас здесь термостат вот под этой планочкой. Вот он видно, да? У термостата три контакта, нулевого нету. Термостат Danfoss, фирмы Danfoss. Датская, если я не ошибаюсь, фирма эта Danfoss. И компрессора, я почему сказал, что не атлантовский компрессор. То ли у них, они там делают по лицензии, то ли еще как-то. Я уж не знаю подробностей. Кто знает, напишите. Но сейчас они стали делать именно компрессора Danfoss. Если я хочу перестать балкон чуть выше, я его снимаю. И переставляю чуть-чуть выше. Здесь у меня уже большая бутылка коньячины влезет. Такой подарочному, как он, футляре. Вот. Здесь десяток яиц. Здесь у нас влезет специи. Специи вот обязательно прямо хранить в холодильнике. Не знаю, зачем это хранят. Так, у нас здесь заглушки довольно-таки примитивные. Пластик. Ну, такой себе прилегание. Ну, вот сейчас покажу. Вот смотрите, вот этот уголочек. Видите, у вас щель? То есть... Ну, это я его, то что недо вставил. Ну, давайте предположим, что я такой рукожоп, недо вставил. Но все равно здесь уголок плохо прилегает. Вот здесь вот тоже так плохенько прилегает. Но зачастую этот уплотнитель ПВХ, он прихлапывается. То есть вы похлопали холодильником там в течение недели-двух, да. И он у вас прихлопается и достаточно будет плотно прилегать. Если же он у вас прилегает неплотно, можно попробовать здесь перевернуть этот уплотнитель. Можно заказать новый, более мягкий. То есть эти профиля, вот этот уплотнитель сам, он меняется раз в, ну, хотя бы 3-5 лет. Через 3-5 лет они начинают дубеть, начинают пропускать воздух. То есть он не плотно прилегает к стенке. Туда начинает подсасывать воздух и образуются снежные шубы. Если шуба образуется очень быстро, несколько дней и в локальном месте, и компрессор не отключается, тут уплотнитель ни при чем, тут вызываете мастера. Если говорить про конструкцию, да, вот холодильник LG мы обозревали, там вот эта ванночка, она просто сделана рядышком, потому что и площадь это позволяет, и эта ванночка, она рядышком. Трубки, которые вот эти нагреваются, они проходят через эту ванночку. В эту ванночку попадает вода из холодильного отделения. То есть как работает холодильник. Он работает, допустим, полчаса работы, полчаса отдыхает. Современный холодильник так устроен, так выловлены вот эти тоненькие температурки. То, что намерзает в холодильном отделении за полчаса, успевает полностью оттаять. Все равно там будет что-то намерзать, чуть-чуть леденеть и неветь. И это все превращается в капельки, в воду концентрируется. И это все вот по этой трубочке идет вот сюда на компрессор. На компрессор просто нагревается от своей работы. Он теплый, когда работает, за счет трения поршневой группы и так далее. И просто-напросто это все дело испаряет. В LG у нас вот это отнесено в сторону. И вот эта часть, которая нагревается, она проходит через эту ванночку. Соответственно, чем эффективнее у нас охлаждается вот эта часть, конденсатор, тем эффективнее холодильник набирает температуру наш холодильник. Соответственно, если у вас холодильник премиум сегмента, он будет быстрее набирать. Да, все здорово. Но вот эти трубки, когда в воде, это, на мой взгляд, полный трындец. Здесь они никакой воды, ничего не нагородили, все классически, все хорошо, все замечательно. То есть, самый простой, самый понятный холодильник, никаких проблем нет. Да, конечно же, вот есть сопли во время пайки. Да, конечно же, вот то, как прикрученные саморезы, да, оставляет желать лучшего, да. Ну, вот видите, как бы тут просто так сделано, да, и здесь трубка. И, смотрите, видите, здесь торчат вот эти вот штырьки, и они просто пластиком их закрыли. Вот, если говорить, допустим, о подороже, да, здесь видите, по-другому расположили. Вот, и эти штыречки, они не выступают. То есть, видите, они подрезаны. То есть, они более, чуть-чуть лучше сделаны. Вот здесь замазка. Вот, такое решение применяет очень часто. Применяется оно не только в холодильниках Атлант, но и в других холодильниках, но в основном на постсоветском пространстве. Смотрите, здесь откручиваем. И вот у нас наш термостат. То есть, все, вот его замена. То есть, открутили, достали термостат, он мерит вот этим кончиком. Соответственно, эта трубочка у нас идет. Назад ее вставляем. Замазываем, чтобы не было потока воды. И эта трубочка у нас идет вот здесь, вот до вот этого места. И вот здесь у нас происходит образование холода. То есть, вот на этой части, вот так вот, происходит образование холода. То есть, если мы говорим, что в холодильном отделении у нас плюс 3, плюс 5, плюс 7 градусов, то площадь вот этого вырабатываемого холода, да, то есть испарителя, у нас здесь вот, смотрите, вот такая жиг, жиг, жиг. То есть, а объем вот такой, да. Если мы говорим про морозилку, где у нас объем небольшой, а холод и здесь у нас идет, и здесь у нас идет. То есть, почему в морозилке холодно минус, почему там все замерзает, да, просто так. Площадь изделия, которое вырабатывает холод, она выше, чем в холодильном отделении. В холодильном давайте собираем все назад и подведем небольшие итоги. Холодильники Атлант. Стоит ли покупать или не стоит? На мой взгляд, это как раз-таки самый хороший выбор для людей с ограниченными бюджетами, с ограниченными деньгами, с ограничением по деньгам, в денежном эквиваленте. Для людей с невысоким ростом, как бы это ни смешно назначало, ну то есть, ну да, для пожилого человека, для бабушки, залезть в какой-нибудь липхер, ей что, стремянку делать или что делать? А здесь он как раз-таки невысокий и вообще все замечательно. Как мы помним, на LG у нас вот эта подсветочка, она была вот так вот вдоль, и она такая в синеву была, да. Здесь она сверху, и ну и как бы это ни плюс, ни минус, ну она просто есть. И скорее всего там, хотя нет, светодиоды уже стоят. А, врикинь, они уже ушли от лампочек накаливания. Молодцы, лайк вам, Аслан, за это. А вот то, что вы ушли от ламп накаливания, но и светодиоды, это классно. Здесь у нас вот так вот концевой выключатель, здесь термостат. Все просто, как на стиральной машинке Индезит. Работает, холодит, не надо ремонтировать. То есть вот это главный критерий для холодильника. Не нужен он вам какой-то дисплей, какой-то full frost zone, full call length, понимаешь? Ну, то есть это все, ну, такое, это все придуманные, высосанные из пальца маркетинговые ходы. Нужен вам холодильник для того, чтобы хранить продукты. Не нужно вам никакого металл-коленка технологии. Не нужен вам никакой full frost, no frost. Предклассический холодильник Катлант. Все, ну, он 16 тысяч, ну, сломается он. Ну, вы пошли еще два таких купили. Это лучше, чем покупать один LG за 45 или за 60, а потом он крякнул, и вы такие, блин, что же делать, ай-яй-яй. Как бы, ну, нет, здесь нормально, все хорошо. Есть даже в этой богатой комплектации, в этом умопомрачительном топ лакшер-сегменте есть даже такая штуточка, чтобы чистить вот эту дырочку. По этой дырочке как раз-таки скапливается и уходит вода на заднюю часть компрессора, и там, соответственно, показывает, она стекает, компрессор нагревается, подогревает эту водичку, водичка испаряется. В принципе, все, что здесь еще можно обозревать. Вопросы пишите обязательно. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать бытовую технику. Не забывайте про мой инстаграм. Спрашивайте, лайкайте, подписывайтесь на канал. Всего доброго, лучшего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok